Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в друзья или соперники. Глава седьмая. Летняя жара. Ох, вот и наступило самое прекрасное время года. Лето. Море, солнце, коктейли, тусовки. Кто может перед этим устоять? Стук-тук, тут свободно? Конечно, заходи. Готово? И не совсем. Ты на самом деле собираешься всё это взять с собой? Эти чемоданы очень тяжёлые. Мы говорим о двух неделях, а не о годах. Мне все эти вещи будут нужны. Да, как-никак Барселона славится своими дождливыми и прохладными днями. Ты не подтрунивай, а помоги мне с чемоданами. Такси приехал. Учитывая то, что я сейчас вижу, нам нужны будут два такси. Пошли уже. Перестань говорить и помоги мне с этими чемоданами. Мы опоздаем на самолёт. Ох, это всё очень тяжело. Ты мне за это заплачешь. Они приехали в аэропорт в последнюю минуту. Мы чуть не опоздали. Кто же в этом виноват? Я в восторге. Это наше первое совместное путешествие. Мы столько раз планировали, отказывали, переносили даты. Всё, вот наступил этот день. Хола Эспана. Анна вмиг стала бледной. Анна, что с тобой? Я боюсь. Я хочу выйти. Я никогда не летала на самолёте. Позови стюардессу. Подожди, спокойно. Успокойся. Сделай глубокий вдох. Эта турбуленция не всегда так будет. Вот, прекратилась. Лучше? Да. Я всегда боялась одна летать. Несколько часов спустя. Девушки прилетели в Барселону. Они быстро разместились в гостинице и сразу же пошли рассматривать город. Здесь так прекрасно. Я в восторге. Я не знаю, будет ли у нас достаточно времени, чтобы всё увидеть. Куда ты хочешь пойти сначала? Давайте погуляем по улицам Барселоны. Лучше всего, чтобы мы сейчас погуляли. Это лучший способ узнать какой-то город. Не закатывай. Ты выбираешь следующее. Так это то, что перед тобой находится. Чего ты больше хочешь? Куда бы ты хотела пойти? Не знаю. Передай мне карту, чтобы посмотреть. Типичная Анна. Ты даже не знаешь, что здесь можно увидеть. Самое главное, что ты постоянно портишь мои идеи. О, хорошо. Пусть будет по-твоему. Пойдём рассматривать улицы Барселоны. После многочасового гуляния они пошли в направлении гостиницы, чтобы немножко отдохнуть. Мне надо запастись силами для того, что нам предстоит. Утро. Вставай, вставай. Уже девять часов. Дай мне поспать. Знаешь, что я пойду без тебя? Куда ты вообще собралась идти? Ах, а возможностей так мало. Вставай. Через пять минут. Ты невыносима. Разбудить Анну. Нельзя. Вставай. Быстро. Хорошо, хорошо. Встаю. Быстро готовься. Мы уже выходим. Куда мы идём? На пляж. Эй, почему ты мне не сразу это сказала? Отлично. Пошли. Какой костюм для плавания мне взять? Ой, я не знаю. Давайте возьмём вот этот раздельный. Эй, это мой любимый. Здесь прекрасно. Посмотри, как много людей. Это так на самом деле. Посмотри туда на тех парней. Пошли туда. Рядом с ними сядем. Ну... Нет? Или пошли? Нет. Анна, ты не можешь заигрывать со всей Барселоной. Чем раньше я найду парня, тем скорее я перестану заигрывать со всеми. Джейн не слушала, что ей говорит Анна, и она ушла положить полотенце далеко от этих парней. Ты с Петром или Иваном созваниваешься? Я отправила им сообщение, когда мы сюда приехали, и это всё. Что дальше будешь делать? Не знаю. Я приехала сюда, чтобы отдохнуть. Или чтобы использовать это время для принятия важного решения. Я не могу сейчас об этом говорить. Видишь, что я отдыхаю. Я вернусь в гостиницу. Почему? Я надеюсь, что тебе не скучно? У меня болит голова. Я себя не очень хорошо чувствую. Я пойду с тобой. Нет, останься. В этом нет потребности. Если боль быстро пройдёт, то я вернусь. Окей. Два часа спустя. Анны всё ещё нет. Может быть, лучше, чтобы и я вернулась. Она пошла забрать свои вещи с пляжа, и в это время один молодой человек её толкнул. Эй, смотри, куда идёшь. Прости. Позволь тебе помочь. Не надо. Она быстро собрала свои вещи и ушла с пляжа. Прости ещё раз. Какой придурок. У меня останется синяк. Поверить не могу. Что с тобой? Что случилось? Один умник меня толкнул, и я упала. О, Господи, ты упала на песок. Не устраивай сцену. Что бы было, если бы... Ты упала на зонтик для солнца. Это было бы крайне неприятно, если тебе очень хочется знать. Ты... Как ты? Не очень хорошо. Меня лихорадят всё время. Анна, надо измерить температуру на всякий случай. Не надо. Я выпью ещё одну таблетку. Ты должна сейчас выспаться, а завтра мы уже увидим. Утро. Десять часов. Джейн глаза не замкнула. Она всё время лежала рядом с Анной, чтобы она была рядом на всякий случай, если та проснётся. Доброе утро. Доброе утро, Соня. Ага. Доброе утро. Как ты себя сегодня чувствуешь? Ммм, не очень. Я принесла тебе завтрак. Спасибо тебе. Я и сегодня буду отдыхать. А завтра мы можем продолжить с нашими планами. Ты не обязана постоянно быть рядом со мной. Хорошо. Я пойду внизу в бар. Я скоро вернусь. Какой наряд выбрать на сегодняшний день? Кэжуал. Мой любимый. Какую прическу выбрать? Супер. Я готова. Она взяла книгу, поцеловала Анну и пошла в направлении бара. Отлично. Тут и бассейн с креслами. Что заказать? Апельсиновый сок. Спасибо. Она заняла лучшее место. Выпивала любимый напиток и читала книгу. День начался, можно сказать, как нельзя лучше. Но это не продлилось долго. Когда она закрыла глаза и хотела загорать, кто-то прыгнул в бассейн, и она была вся мокрая. Эй, зачем так прыгать? Это, скорее всего, какая-то детвора. Я ему покажу. Прости, я был уверен, что никого нет. Опять ты? Мы знакомы? Какой он надменный. Да, кажется, что твое задание испортить мой день. Ах, да. Ты девушка с пляжа? Мне не везет с тобой. Я искуплюсь, если угощу тебя. Нет. У меня уже есть, спасибо. Я настаиваю. Хорошо. Почему ты здесь одна? На самом деле я не одна. Я здесь с подругой. Но она разболелась и сейчас все время проводит в комнате. Не повезло. Не повезло, и я чувствую себя виноватой, потому что я наслаждаюсь всем в то время, как она сидит в комнате. Может быть, мне стоило проверить, как она. Тебе не надо идти. Отправь кого-то из работников гостиницы. Ммм, может быть и так. Два часа спустя. Джейн и Давид получали наслаждение от разговора. Они поняли, что у них очень много совместных тем. Видя, что уже давно наступила ночь, Джейн начала тревожиться за свою подругу. Прости, мне надо идти. Все в порядке? Я Анну весь день не видела. Увидимся завтра. Мне надо торопиться. Эй, остановись. Где Анна? Она увидела на столе записку. Эй, мне намного лучше, я ушла поужинать. Целую. Мне ее подождать? Да. Так лучше всего. Тридцать минут спустя. Привет. Тебе на самом деле лучше. Да, я готова оторваться. Есть планы. Я очень устала, мне бы немножко отдохнуть. Ты не сердишься? Да нет, расслабься. Я немножко погуляю одна. Отлично. Несколько дней спустя. Я бы никогда не хотела покидать это место. Я тоже. Нам надо использовать этот день как можно лучше. Сначала куда пойдем? На Каталонскую площадь. Можно. Отлично. Таким образом, они направились к выбранному месту. Очень давно у них не было таких хороших отношений. Кажется, наконец-то они смогли перейти через разноклассие со времен старших классов. Несколько часов спустя. В конце концов, мы всегда заканчиваем в этом месте. Куда тебе хочется пойти? Мне бы выпить что-то холодное. А я все еще не была в баре-гостинице. Пошли? Отличная идея. Мне очень хочется туда пойти. Что будешь пить? От Давида ни слуху, ни духу. Где бы он мог быть? Не уехал ли он? Джейн, ты меня вообще слушаешь? Прости, я буду то же, что и ты. Окей, я пойду закажу. Привет. Привет. Опять одна? Нет, моя подруга здесь. Окей, мне можно к вам присоединиться? Конечно. Ваши угощения. Привет, я Анна. Давид, мне очень приятно. И девушки, какие у вас планы? Ну. Ну. Мы, кстати говоря, завтра уезжаем. А ты? Через три дня. Когда у вас рейс? Ровно в полдень. У вас осталось еще мало времени. К сожалению, Анна, Давид из нашего города. Что, серьезно? Со всего мира ты познакомилась с каким-то Давидом из вашего города? Боже. Прекрасно. А нашему новому приятелю Петр и Иван тоже так обрадуются? Хм. Я бы так не сказала. Несколько часов спустя. Ах, мне очень хочется спать. Мне надо идти. Джейн, ты собрала свои вещи? Да. Да, не волнуйся, все готово. Я и не сомневалась. Я пойду соберу свои вещи. Пока. У тебя классная подруга. Да, мы дружим всю нашу жизнь. А с другой стороны, это наш первый совместный отдых. Можешь подумать. До сих пор мы никак не могли договориться. Парни не отпускали вас поехать без них? Нет. У нас нет парней. Тогда ты не будешь против, если... Он подошел к ней и поцеловал ее. Они долго наслаждались поцелуями. А если я буду против? Джейн чувствовала себя как на седьмом небе. Я буду в городе через три дня. Тогда мы и увидимся. Конечно. Спокойной ночи. И передавай привет Анне. Конечно. Эй, откуда эта улыбка? Я счастлива. Наконец-то. А Давид с этим как-то связан? Конечно. Я бы не хотела портить свое счастье, но для тебя что-то представляют именно Петр и Иван. Я надеюсь, что они поймут. Я не так уверена в этом. Я отправлю им сообщение. Что? Зачем сейчас? Давай подождем, пока мы не вернемся. Ты права. Спасибо тебе, что ты собрала все чемоданы. Не за что. Давид тебе очень нравится. Да. Вы увидитесь, когда он приедет в город? Я надеюсь. Два дня спустя. Пятнадцать часов. Джейн наконец-то собралась с силами, чтобы сказать Ивану и Петру правду. Она обоим написала сообщение. Я приняла решение. В восемнадцать часов будь около парка. Хорошо. До встречи. Договорились. Ух, я надеюсь, что в конце все хорошо получится. Алло. Не могу, не могу, не могу, не могу. Анна, что с тобой происходит? Через час я сдаю вступительный экзамен, и я очень волнуюсь. Окей, это нормально, успокойся. Я уверена, что ты это сможешь сделать. Я и не очень уверена. Как я могу тебе помочь? Скажи, если я могу для тебя что-то сделать. Не надо, спасибо тебе. Я должна была тебе позвонить, чтобы успокоиться. Поверь мне, ты все знаешь, ты готовилась. Не надо самого себя угнетать. Оно так и есть, я все знаю. Я блесну своими знаниями, мы будем коллегами. Окей, так, не опаздывай, поспеши и сразу, когда закончишь, позвони мне. Удачи. Спасибо, позвоню. Два часа спустя. Я хочу услышать только хорошие новости. Это не сбудется. Ты шутишь? Нет. Ох, так я даже не знаю, что сказать. Это уже окончательно? Нет, результаты будут через несколько дней, но шансы минимальны. Надежда умирает последней. Я плохо себя чувствую. Придешь ко мне? Джейн не знала, что делать. С одной стороны, она чувствовала на себе большое давление из-за Петра и Ивана, и поэтому она хотела как можно раньше сказать им правду. С другой стороны, ее лучшая подруга нуждается в помощи. Наконец-то у них были отношения, которые ей всегда хотелось. Без споров, без ссор и без нетерпеливости. Конечно, я буду у тебя через 10 минут. О нет, у меня села батарейка. Петр, что ты здесь делаешь? Вероятно, то же, что и ты. Джейн написала мне сегодня утром сообщение, чтобы я был здесь в 18 часов. Она приняла решение. То же она и мне написала. Но где она? Позвони ей. Хотя и я могу ей позвонить. Не отвечает? Она недоступна. Может быть, что-то случилось? Конечно нет, она шутит с нами. Не думаю. Есть ли такой олух, кроме нас двоих, который бы около месяца ждал, что девушка ему ответит, чтобы в результате та же девушка его так опустила? Нет, братан, я больше не хочу быть козлом отпущения. Что, серьезно? Прошу, если у тебя нет ничего против. Иван не хотел больше ждать и ушел. Петр все еще раздумывал. Не знаю, странно, что она не ответила. Она знает, что в один момент мы встретимся. Но прошло полчаса. Я надеюсь, что на все это у нее будет какое-то убедительное объяснение. Два дня спустя. Почему она все еще не отвечает на мои сообщения и звонки? Прошло два дня, в течение которых Джейн пытается дозвониться до Петра и Ивана, но от них ни слуху, ни духу. Однако после дождя приходит солнце. Я приехал. Сначала надо увидеться с родными, а потом я тебе позвоню. Да, наконец-то хорошие новости. Отлично, созвонимся. Кажется, сначала придется поговорить с Иваном и Петром лицом к лицу. Привет, братан. Привет. Ты готов к экзамену? Меньше, чем через два часа. Конечно. Он казался взволнованным, но он не мог не спросить Ивана. Все еще звонит, да? Кто? А, да. Я не отвечаю на ее сообщения и звонки. Это не так легко. Ты с ней разговаривал? Конечно, нет. Я держусь договора. Привет, Петр. Что? Ты наконец-то приехал. Только я утомился, потому что дорога заняла немало времени. Очень хочется немножко отдохнуть. Иван, это мой родственник, Давид. Конечно, кто же он еще там мог быть, как не родственник Петра? Ох, кто же такой я ожидал? Мне очень приятно, Иван. Мы учимся на одном факультете, только он на четвертом курсе, поэтому ты с ним не встречался. Вот кому надо обращаться за помощью, если мы в ней будем нуждаться. Я к вашим услугам. Как ты провел свое время? Отлично. Я лучшего ей желать не мог. Ты в каком месте был? Барселона. Ага, интересно. Что больше всего понравилось? Одна девушка. А-а-а. Простите, что вас перебиваю, но где тут официант? Я пойду поищу его. И закажи два кофе для нас и для себя, если тебе хочется. Хорошо. Несколько секунд после того, как Давид ушел искать официанта, встретилась Джейн. Ага, вы здесь. Ты какими судьбами здесь? Я пришла, чтобы поговорить. Я думаю, что вы мне должны дать объяснение. Мы тебе? Я бы с этим не согласился. В тот день, когда мы должны были встретиться, Анна мне позвонила и... Послушай, нам не нужны твои объяснения. Эй, пошли со мной. Я уйду. Но вы несправедливы. Вы не позволяете мне объяснить вам. Пошли. Петр пошел ее проводить, но он не хотел слушать, что она хотела ему сказать. Заказ сделан. Они очень медленные. Я ждал 10 минут, чтобы сделать заказ. Здесь большая очередь. Иван, посмотри на время. Мы опоздаем. Ты прав, пошли. Удачи вам, ребята. Давид сразу написал сообщение о своей девушке. Зайди в кафе, если можешь. Прости, нам придется отложить до следующего раза. Разочарованы, что они не встретятся. Давид ей только ответил. Окей. Давид, как там оказался? Не тревожься. Это точно не то, о чем ты думаешь. Два часа спустя. Мы это отлично сделали. Да, пошли за это выпьем. Возвращаясь назад, они натолкнулись на Давида. Возможно ли это? В течение одного часа я вас больше раз увидел, чем за последние два года. Вы куда собрались? Мы хотим отметить, что сдали последние экзамены в этом году. Ну, это отлично, поздравляю. Ты куда идешь? Домой? А, нет-нет, ты пойдешь отмечать с нами. Да, конечно. Почему бы и нет? Пошли, ребята. Это новая компания, которую себе Джейм даже представить не могла. Может быть, мне ей еще раз позвонить? Или я буду очень жалким? Или у ребят спросить, может быть, они ее знают? Нет, лучше я ей отправлю сообщение. У меня гениальная идея. Эй, как дела? У тебя не найдется свободного времени завтра около 20 часов. Да, конечно. До завтра. И прости за сегодняшнее. Ребята, извините меня, но мне надо пойти домой. Почему? Вечер только начался. Иван прав. Я очень устал с дороги. Спасибо и еще раз поздравляю. Эй, завтра мы идем играть в футбол, если у тебя есть свободное время. Давай с нами. Во сколько? Я думаю, в 20 часов. Жалко, но я не смогу. Да ладно, в следующий раз. Да, вы можете на меня рассчитывать. Утро. Утро. Привет. Привет. Кто-то, кажется, хорошо выспался. Или здесь какая-то другая причина. Ты меня хорошо знаешь. Давид мне вчера позвонил, и он хочет, чтобы мы встретились. Я верю, что сейчас ты самый счастливый человек на земле. Да. Жду не дождусь. Как эту новость восприняли Иван и Петр? Они мне не позволили им сказать. Они очень сердиты. Прости, я знаю, что частично я тоже виновата. На самом деле. Ты права, но это я решила прийти к тебе, а не встретиться с ними. Может быть, было бы лучше поговорить с ними? Думаешь? Да. Я думаю, что они захотят меня выслушать. Пусть пройдет день-другой, а потом мы примем решение. В этот момент, я думаю, лучше всего, чтобы меня нигде не видели вместе с Давидом. Да, будь осторожна. Хорошо, приди в себя, а потом ты мне все детали расскажешь. Хорошо, пока. Джейн очень давно не уделяла столько внимания макияжу. Она хотела предстать совершенной. Она получила сообщение. Она сразу побежала посмотреть, от кого это сообщение. Вот еще один момент. Я буду ждать тебя в парке ровно в 20 часов. Окей, до встречи. Почему там? Что Давид мог придумать? Прежде чем я пойду, мне надо выбрать наряд для встречи. Рок-н-ролл. Мой любимый. Какую прическу сделать? Так, появилось две новых прически. И сейчас я выберу Боху коса. Может быть, Боб выглядел бы лучше, я не знаю. Ну, в принципе, неплохая косичка, ладно. Супер. Я готова к встрече. Давид пришел немножко раньше. Эти пять минут казались вечностью. Привет, Давид. Давид, я надеюсь, что ты меня недолго ждал. Привет, Джейн. Нет, не волнуйся, ты пришла как раз вовремя. Сначала я попрошу тебя закрыть глаза и ухватиться за меня рукой. Но куда мы пойдем? Скоро мы узнаем. Джейн в одно и то же время волновалась, но и как никогда была счастлива. Она предчувствовала прекрасный сюрприз. Мы пришли, готова? Да, мне можно открыть глаза? Конечно. Давид организовал пикник. Здесь все было, свечи, вино, еда, цветы. Выглядит как в сказке. Джейн, скажи что-нибудь. Спасибо тебе. Никто никогда меня так не удивлял. Нам остается только наслаждаться. Правильно. Но не очень долго. Джейн подумала о Иване и Петре и что бы произошло, если бы они ее сейчас увидели. Перестань думать об этом. Эй, почему ты задумалась? Нет, не задумалась. Я наслаждаюсь обстановкой. Джейн решила хотя бы пока она с Давидом больше о них не думать. Бессмысленно портить такой волшебный для нее момент. Они все время улыбались, наслаждались. Улыбка была постоянно на лице. Они непрерывно смотрели друг на друга. У них было представление, что они сейчас в том баре в Барселоне. Но там нет. В смысле, но не там, наверное. Привет, Джейн. Что? Быть не может Мария. Мария прошла мимо. Она дала ей знать, что она ее увидела и продолжила идти. Джейн побежала за ней. Прости, мне надо к ней. Конечно, конечно. Я здесь буду тебя ждать. Мария? Да? Прежде всего и тебе привет. Она начала смеяться, как сумасшедшая. Я знала, где мне надо прогуляться. Послушай, я знаю, что у нас не все сложилось лучшим образом. По лучшим ты меня видеть не можешь. Я хочу тебя попросить никому не говорить, что ты здесь видела. Почему я должна молчать? Я думаю, что Иван будет в восторге, когда он узнает. По возвращении из Франции ты сломала ему сердце. Знаю, но я должна была так сделать, чтобы разобраться с самой собой. И сразу найти другого парня? Я себя спрашиваю, что он обо всем этом думает. Он в курсе любовного треугольника? Конечно, нет. Я дам тебе все, что ты хочешь взамен на твое молчание. Хм... Чтобы ты наконец-то убедилась, что я не злая ведьма. Мне ничего не надо. Я буду молчать. На самом деле, я должна быть уверена, что ты не передумаешь. Поверь мне. Я это сделала не ради тебя, а ради Ивана. Он из-за тебя уже немало настрадался. Я также была в незавидной ситуации. Ах, да, бедная ты. Два парня за тебя борются. Которые в то же время мои лучшие друзья. Для меня дружба это святыня. Можно Анну спросить, думает ли она похожим образом. Не волнуйся, я никому не скажу. А теперь поторопись, твой парень разволновался, он тебя ждет. Джейн протянула Марии руку в знак благодарности. Я надеюсь, что теперь мы будем реже встречаться. Спасибо, спасибо, спасибо. Пока. Хотя у нее не было много причин ей верить, Джейн верила, что Мария сдержит свое слово. Она поняла, что Мария может быть и не такая плохая, но она решила для себя одно недоразумение. Она все еще любит Ивана. Эй, что случилось? Прости, это не так важно. Мы можем продолжить, на чем мы остановились. Начал падать дождь. Давид проводил ее до дома. Несмотря на то, что на улице была гроза, Джейн никогда не была более спокойной. На другой день. Как только она проснулась, она получила сообщение. Я заберу тебя и пойдем завтракать, ладно? Конечно. Вскоре после этого она получила еще одно сообщение. Я пойду на факультет, результаты наконец-то готовы. Пойдешь со мной? Прости, не могу, я уже договорилась с Давидом. Удачи. Спасибо. Прежде чем я пойду, мне надо выбрать наряд на сегодняшний день. Бохо. Супер, мой любимый. Какую прическу мне сделать? Кстати, тоже неплохо смотрится. Супер. Они дошли до школьного буфета. Почему бы нам не пойти на другое место? Здесь лучшая еда. Она встала как вкопанная, а не вошли. Джейн сразу услышала хорошо знакомый голос. Как вы здесь вдвоем оказались? О нет, что мне делать? Мы посмотрим, как Джейн выкарабкается из этой ситуации. Она встречалась с Иваном, строила с ним какие-то отношения. Внезапно она прекратила с ним встречаться, чтобы подумать о чем-то. И тут же встретила парня, с которым сразу начала встречаться? Блин, уму непостижимо просто. Почему я так сильно хочу, чтобы все-таки вернулась все на круги своя, и я начала встречаться с Иваном? Ну, я просто никак не воспринимаю этого Давида. Вот вообще никак. Ладно, ребят, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok